Заявление президента Украины Владимира Зеленского, он в интервью британскому изданию The Sun рассказал, в частности, некоторые подробности операции Майдан-3, которую, по данным украинской стороны, готовят российские спецслужбы. Операция называется Майдан-3, она призвана сменить президента, это пока возможно не путем убийства, а через смену власти, сказал Зеленский. По его словам, россияне будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Идея состоит в том, чтобы до конца этого года совершить новую операцию, даже название дали, но, видите ли, мы можем с этим жить, отметил президент Зеленский. Игорь Александрович, не первый раз уже Владимир Александрович рассказывает про операцию эту, и до этого Блумбергу он об этом говорил. Вы верите, что у россиян есть возможность какой-то реализации силовой смены власти в Украине или в любой другой способ, какие-то подковерные игры? Как вы видите вот эту возможность проведения этой операции, насколько она в принципе реальна? Вот в том виде, в каком она была изложена, вот этот Майдан-3, ну абсолютно никакой возможности, никакого шанса у России такую операцию провернуть нет. Значит, организовать теракт, убийство президента Украины можно, как и убийство любого человека. Это можно сделать, ну, я не знаю насчет успешности, но, по крайней мере, ничего невозможного в том, чтобы организовать какую-то спецоперацию теракт по убийству политика в любой стране, ничего невозможного в этом нет. Владимир Александрович, президент Зеленский сказал, 5 или 6 раз было на него покушение предотвращено. Ну да, ну это как бы, от этого не гарантия, от покушений, в том числе и бывают и успешные покушения, слушайте, президентов Соединенных Штатов Америки убивали, и не раз. Поэтому, несмотря на охрану, несмотря на все, вот, поэтому я думаю, что теоретически, никто из политиков такого масштаба, как Зеленский, не гарантирован от покушения. Поэтому такая возможность есть. Значит, ну это отдельно, насколько я понимаю, речь идет не об этом сейчас. А вот организовать Майдан извне в Украине не может никто. В том числе, вообще, ну сегодня же день соответствующий, когда отмечают, сегодня день и первого, и второго Майдана. Вот, и, значит, Майдан это украинское изобретение, кстати говоря, ничего похожего ни в одной стране мира нет. Это украинское ноу-хау, которое, так сказать, украинский народ изобрел и периодически, вот, дважды им пользовался для того, чтобы подкорректировать власть. То есть, ну, вообще, демократии всех стран, они друг на друга не похожи. Вот это особенность украинской демократии. В Швейцарии есть механизм непосредственно прямой демократии, когда постоянно чуть что референдум проводится. А вот в Украине таким образом компенсируются, ну, скажем так, недостатки, недостатки вот украинской демократии, когда, ну, совершаются ошибки. Ну, избрали, например, Януковича, да. Ну, вот, не ждать же до следующих выборов. Вот поэтому взяли, сделали Майдан для того, чтобы подправить власть. Вот, но извне... Ну, там, Игорь Александрович, там же дело было даже не в том, не в самом Януковича, а в том, что он отказался подписать ассоциацию с Евросоюзом. Нет, одно секундочку. Год не каденции оставался Януковичу. Подпиши он эту ассоциацию, он бы остался на посту. Нет, подождите, одну секундочку, но вы сами себе противоречите. Это же Янукович отказался подписать. Конечно. Это же он отказался подписать. Поэтому я же говорю сейчас о том, что Майдан существует для того, чтобы поправлять власть. Вот, если власть сама не понимает вообще, что она творит, то или власть, она начинает ерундой заниматься на выборах, или власть, так сказать, не слышит народ. Если власть не слышит народ, то украинская демократия, вот такая вот особенная, она поправляет власть именно таким образом. Вот и все. Поэтому здесь нет противоречия между тем, что я говорю, и тем, что говорите вы. Вот это такой механизм корректировки власти. Вот. Но в России на это отреагировали, на Майдан отреагировали очень странным образом, заявив о том, что Майдан это результат, Майдан в Украину занесли американцы. И вот Нуланд своими печеньками, значит, организовала Майдан. Ну, это же, ну, правда, это же все время говорится. Вот. Это вранье. И Майдан не могут в Украине организовать ни американцы, ни каким образом, печеньками, там, еще чем-то. И Майдан не сможет организовать Путин в Украине. Исключено. Просто исключено. Такой опции не существует. Существует другая опция. Она тоже, скорее всего, не получится, но она более перспективна. Помимо, ну, мы сейчас с вами уже, я так понимаю, договорились, что мы не будем обсуждать вероятность каких-то терактов. Они всегда есть и всегда существуют. Но это другая история. Для этого существуют меры, которые пока в Украине очень успешно работают. Это охрана президента и так далее. А вот, значит, существует, безусловно, скоординированный план подрыва Украины изнутри. Не с помощью Майдана. Потому что Майдан – это утопия. Не будет никакого Майдана-3, организованного, так сказать, там, из Кремля. На сегодняшний момент Майдан-3, если так угодно выражаться, он на сегодняшний момент воюет на фронте. Вся энергетика Майдана, она на сегодняшний момент воюет на фронте. Путин эту энергетику Майдана-3, он ощущает на, так сказать, в потерях под Авдеевкой. Вот где действует Майдан-3. Ну, а то, что действительно делаются попытки, это попытка взорвать Украину изнутри. И здесь мы видим какие-то попытки, в частности. Ну, давайте я перечислю только первые несколько шагов, которые Кремль предпринимает для того, чтобы изнутри попытаться взорвать украинское общество. Первое. Это постоянные сбросы о том, что, значит, существует внутренний глубокий конфликт, раскол между политическим и военным руководством Украины. Это бесконечные публикации в западной прессе, это разговоры в социальных сетях и так далее. О том, что Зеленский собирается отправить в отставку Залужного, о том, что Залужный собирается устроить военные перевороты, сместить Зеленского. Этот бред мы постоянно слышим. И, в принципе, ну, если это постоянно повторять, ну, надежда на то, что действительно и Зеленский, и Залужный, может быть, кто-то в это поверит, у них нарушится контакт. И в результате, так сказать, это будет на пользу Кремля. Попытки, я сейчас не говорю о том, насколько это успешные попытки, но это одна линия. Вторая линия, тоже достаточно серьезная, это переговоры. Постоянно вбрасываются идеи о том, что необходимо провести переговоры с Путиным. Ну, и классика жанра – это мир в обмен на территории. Это, ну, я даже не рискую, какой-то даже неполный перечень инициаторов этих идей привести, потому что он очень длинный. Это мы всю передачу угробим просто на простой перечень. Это и Илон Маск, это и Арестович, это и Папа Римский, это и семерка африканских президентов, и Лула де Сильва. Кто только не говорит об этом. Здесь в разных вариантах, значит, прием Украины в НАТО неполный частями той части, которая находится под контролем сегодня законной власти, а вот другая часть – это вроде как-то отдельно. Ну, вот в конечном итоге мирные переговоры. То есть этот вот переговорческий синдром, он тоже, безусловно, является такой частью подрыва Украины изнутри. Украинское общество на сегодняшний момент против этого, абсолютное большинство Украины против этого. Но это продолжается, ну, в конечном итоге мы видим уменьшение. То есть было, насколько я помню, я сейчас не точно помню цифры, но было порядка 80% против переговоров, а сейчас уже 60%. То есть работает эта история, если долго вбрасывать, может быть, через какое-то время будет там 50%, мы не можем говорить о том, что будет через год. Это меняется. Поэтому вот эта линия, вот эта линия на подрыв Украины изнутри, она действует, и здесь расчет на то, что капля камень точит. Субтитры сделал DimaTorzok